Итак, хорошо, потому что моя комната... Куда вы пошли? Я тут. Ребята, всем привет! И сегодня у нас будет ром-тур моей комнаты. Как вы видите, я уже в ней нахожусь и сегодня я вам все подробненько расскажу, потому что было очень много запросов о моей комнате, показать, что тут как. И я, в принципе, более-менее ее уже обустроила, так как я хотела и готова вам ее показать. Перед началом этого видео не забудьте обязательно подписаться на мой канал, если вы до сих пор не подписаны, а также активируйте колокольчик, который находится рядом. Ну что, а мы с вами начинаем. Итак, я выключила свет, потому что моя комната... Потому что моя комната... Куда вы пошли? Я тут. Моя комната... Это абсолютно две противоположности. Днем моя комната выглядит такая прям нежная, вся классная, розовенькая, няшная, а ночью вот так вот, все неоновое, и мне так даже нравится больше. В общем, начнем вот с этого места. Это комод. Это мой комод. Тут обычно ничего не стоит, он просто есть. На нем лежит гирлянда, которая, собственно говоря, и дает весь этот фиолетовый цвет на всю комнату. Потому что лед-ленты я решила не клеить, потому что я боюсь, что они испортят потолки. Дальше. Конечно же, на моем комоде находится кнопочка YouTube 100 тысяч. Вот она стоит. Реверсный дамблдер. Зеркало и еще тут всякие чехлы лежат, что-то непонятное. А это укулеле. Слева от комода находится кровать. Это единственная вещь в моей комнате, которая мне не нравится, потому что она коричневая, а не белая. Но тут на ней есть вот такой потрясающий фламинго, на котором я всегда лежу. Дальше. Зеркало. Это я купила совсем недавно. Оно ко мне приехало, и я его купила, чтобы снимать тиктоки. Ладно, шучу, просто я давно хотела зеркало большое, чтобы оно было классное. И обязательно вот с этими фонариками. И оно включается, но оно не подключено в розетку, но оно светится и светит очень ярко, и я его никогда не включаю. Снизу у зеркала есть такая вот полочка, я не знаю, как это назвать. Я туда тоже поставила всякие лампы. Я на самом деле постоянно меняю лампы, которые включаю в декорации, особенно когда снимаю там Roblox и все такое. Я постоянно меняю лампочки, которые у меня светятся. Вот у меня там есть единорог, еще вот такая вот лампочка. Ну, вы видели все и так сами. Там цветочки. Я постоянно все это меняю местами. Например, вместо этого кактуса, который стоит на подоконнике, потрясающе светит, я могу что-то другое поставить. Дальше, мое любимое место, это стол. Тут, по-моему, хранится почти все, что у меня есть. Хотя тут всего четыре полки, но это не мешает мне хранить в этом столе все, что у меня есть, почти. Тут стоит компьютер. Вот такой вот компьютер потрясающий. Потрясающая клуба, потрясающая мышка, которая, кстати, меняет цвета. Вот так вот можно все цветоровые такие поставить. Но я ставлю именно бирюзовый, потому что на картинке, когда я покупала эту мышку, заказывала, там был именно бирюзовый цвет. И у меня, смотрите, это гениально. Видите, у меня градиент на клавиатуре от зеленого вот до синего. И если вот продолжить этот градиент, то дальше должен быть бирюзовый, а потом снова переходить в зеленый. Я надеюсь, вы поняли, о чем я, но я так и задумывала. Далее у меня тут стоит много чего. Давайте, порядочку. Айпад. Ну, он тут, конечно, не пожизненно стоит, он не приклеен тут, но в основном я им пользуюсь, именно здесь. Тут стоит Яндекс.Алиса. Алиса, привет. Алиса! Привет от старых штиблетов. Так одна бабушка говорила, когда ей колонку настраивали. Как ты говорила? Вот, можно попросить ее включить музыку, но мы делать этого не будем, потому что нам поставили авторские права на музыку. Хотя я именно для этого ее и купила. Тут рядом с Алисой стоит бесправодная зарядка. Я ее использую только когда делаю уроки или сижу долго за этим столом, потому что оно заряжает очень медленно телефон или наушники. И только если я сижу там 2 часа, он может зарядиться. Тут находится вот такой вот органайзер. Тут всякие тетрадки, ручки, еще какие-то резиночки вот тут находятся. Ну да, в общем, такой няшный милый органайзер. Я, кстати, хочу впоследствии поменять стул, а то вообще стул из кухни, на прозрачный пластиковый туда меховую такую штучку белую нацепить. Я не знаю, сколько оно будет стоить, надеюсь, это будет недорого. Потому что я не хочу тратить много денег на стул. Итак, вот тут вот в ящичке находятся всякие аксессуары. Тут вот, смотрите, моя коллекция очков солнцезащитных, которые я использую для видео. Ободки всякие, крабики, вон там банданы, бигуди, заколки, кольца, все подряд, короче, да. А вот в этом маленьком ящике находится косметика, которую я пользуюсь каждый день. Вот она. Ну там еще какие-то что-то маски, что-то, я не знаю, что там. Все очень, конечно, эстетично тут выглядит. Просто в косметичку не помещается все то, что я использую каждый день. Кстати, за столом у меня находятся две лампы, такие вот прям, которые от сети работают. Лампочки, буквально лампочки, которые цветут однорозовым, другая синим. Получается градиент, и мне это очень нравится, очень круто, классно. Еще я забыла показать, я сегодня только с утра сзади зеркала, смотрите, какую приколянку сделала. Потайной проход в Нарнию. В общем, тут вот такой вот фон, который мне очень нравится. Я всегда на нем еще ничего не снимала, потому что я его только сделала. Вот такой дождик, колхозчик. На самом деле он очень классно выглядит, мне кажется. Для каких-нибудь видео подойдет. Гламорных. Тут находится шкаф с моей одеждой. Показывать я вам ее не буду, потому что это неинтересно. Там просто одежда. А тут подоконник, который я вам тоже не буду показывать, потому что там находится косметика, там тетрадки. И все. Все. А, и внимание на потолок, пожалуйста. Давайте выключим свет, чтобы это было видно. Смотрите, у меня звездное небо на потолке. Все благодаря вот этой вот фигулине. Ну, в общем говоря, если сделать вот так вот, то моя комната вообще очень маленькая. И меня все в ней устраивает, потому что, да, смотрите, какая красота. А вот это я. Сейчас я выключила вообще все лампы, вот, которые освещали мое фейс. Да. Вот так вот, собственно говоря, все это и выглядит. Мне очень нравится. Ну что же, ребята. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. И я думаю, моя комната заслуживает как минимум вашего лайка. А еще и комментарии можно. А еще и можно с друзьями поделиться и подписать. Копорно, вы поняли, да? В общем, оценивайте мою комнату в комментариях от одного до десяти. Мне она очень нравится. Меня все устраивает. Я прям рада, что я смогла ее обустроить. И, кстати, когда я в ТикТоке показывала свою комнату, там многие писали, мол, это очень дорого все стоит. На самом деле нет. Если считать именно за огоньки, то такие лампы на Алиэкспрессе, там, на китайских сайтах вообще на изи найти. Так что да. Давайте соберем под этим видео десять тысяч лайков. И тогда я буду продолжать снимать видео про свою комнату, потому что я еще не закончила ее обустроить. Постоянно буду что-то добавлять новое. И с радостью буду с вами этим делиться. Спасибо всем большое, кто смотрел это видео. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой ТикТок. А я вас всех очень сильно люблю, целую, обожаю, обнимаю и всем пока-пока!